Появление этого малыша, четвертого ребенка в семье Юлии Алясевой, совпало с еще одним радостным событием. В их дом пришел газ, которого они ждали с момента новоселья, а это уже больше пяти лет. Все это время отапливать свое жилье им приходилось электричеством. С электрическим котлом было не так тепло. Он работал, конечно, прямо уже на износ, но и дорого, и не так тепло. А с газовым котлом намного теплее, и малышке намного комфортнее нам. Теперь стало вместе жить. По словам жителей деревни Архипеха, обогрев домов электричеством им обходился в копеечку. Зимой счета за электроэнергию доходили до 30 тысяч рублей. Для многих среди них и семья Лидии Морой жить в большом доме было непозволительной роскошью. У нас был еще гостевой домик, где печка, потому что электричеством очень топить дорого. И там жили в гостевом домике, в маленьком домике. Тут почти как первой зимой мы только живем. Дровами топились? Там-то да, дровами. Голубое топливо в Архипеху пришло всего лишь пару недель назад. Несмотря на то, что в старой части деревни газ уже был, мощностей для вновь строящихся домов уже не хватало. И для этого повели новый газопровод. Поставили газораспределительную систему от высокого давления к низкому. И до домовладений проводили по догазификации. Это дает толчок тому, что деревня с карты региона не исчезнет, а будет существовать долгое время. Программа догазификации позволяет бесплатно провести голубое топливо до цоколя дома. На сегодня оно подключено к семи домовладениям Архипехи из 13 зарегистрированных. Еще порядка 80 домов находятся на разных этапах строительства. Наверняка с наличием газа развитие этого населенного пункта пойдет быстрее. И в ближайшее время новоселье здесь смогут справить десятки семей. Многодетных семей. Именно для них здесь и были выделены земельные участки около 10 лет назад.